Наша конференция продолжается. Мы с вами смотрим Этсайдер Лайф. Четвертый день, клиентский день. Аня, как дела so far? Ну, клиент решает все, поэтому, надеюсь, нашим зрителям все нравится. Кто знает, напишите в комментариях, может, лайк поставьте, вопросы отправляйте. Вот мы лучше всего знаем, когда вы с нами взаимодействуете, вы задаете вопросы, когда мы понимаем, о, что-то тут точно есть интересное. Интересное точно дальше будет для меня. Киберспортивная у нас тематика. Шпилишь? Ну, иногда. В дотку гоняет Аня, а я с удовольствием гоняю в Call of Duty, иногда в StarCraft. Ну, а вы, наши зрители, я уверен, что каждый третий, наверное, из вас, особенно если вы мэйл, вы точно какую-то киберспортивную игру за последние лет семь гоняли. Как и наш следующий спикер. Итак, Вячеслав Щербаков, Head of Sales and Partnership в StarLadder. Семь лет играл профессионально в Counter-Strike. Всего девятнадцать лет в киберспорте. Последние двенадцать лет Вячеслав в команде StarLadder. А вы знаете, что это киберспортивная игровая площадка. На ней проходят турниры по Counter-Strike, Global Offensive, по дотке, по League of Legends, по моему любимому World of Tanks. Сколько денег я впилил в World of Tanks и времени своей жизни. Кстати, с большой любовью отдавал. И вот нам сегодня Вячеслав расскажет о том, каким образом сегодня мобайл гейминг существует. Можно ли поиграть и подыграть аудитории. Мы знаем с вами, что даже World of Tanks давно ушел уже и в мобайл, не только в десктоп. Но вот и узнаем. Добрый день, Вячеслав, и хорошего вам представления этой темы. Смотрим. Всем добрый день. Всех приветствую. Меня зовут Вячеслав. В свое время был профессионально занимался киберспортом, играл в игры. Были тренировки и даже тренеры. В лице более продвинутых игроков и прочие атрибуты классического спорта. По крайней мере, мне казалось, что я что-то делаю профессионально, играя в игры. А сейчас я курирую центральный офис продаж и хотел бы с удовольствием поделиться с вами своим опытом в мире киберспорта. Так, поехали. Киберспорт и его ответвление становятся одним из основных и новых каналов коммуникации для большинства брендов в последние год-два. Сегодня мы поговорим о быстрорастущих направлениях, такие как мобайл-гейминг и стримеры с инфлюенсерами. Из того, что вообще, как же это работает и почему это полезно брендам, тут два варианта. Либо это действительно ваша целевая аудитория и вы попали прямо в цель, или же у вас стоит цель в омоложении существующей аудитории. Интегрируясь в компьютерные игры, вы преодолеваете основные барьеры, которые начали существовать с развитием технологий. Это и мало кто смотрит сейчас традиционные медиа, у большинства пользователей установлен адблок, стремительно растет количество подписок на сервисы без рекламы. Сейчас доля в Украине таких пользователей составляет порядка 20%. И вот для примера перед вами справа две картинки, где сверху вы видите логотип украинского киберспортивной команды Natus Vincere, что дословно переводится как «Рожденные побеждать». А после очередной победы на чемпионате мира компания Durex решила воспользоваться моментом и покреативила. Переделав этот логотип, я публиковала у себя в социальных сетях картинку, которую вы можете видеть ниже со слоганом «Рожденные натягивать». И как же достучаться до этой аудитории? Все очень просто. Важно делать то, что нравится вашей аудитории. Если мы говорим по поколению Z-миллениалов, то на первый план выходят игры. Как раз эта индустрия будет стремительно развиваться в ближайшие 20 лет. И другими словами, начиная коммуницировать прямо сейчас, вы играете в долгую, но спустя 5-10 лет именно подросшие тинейджеры будут составлять ядро платежеспособной аудитории. Нужно органично интегрироваться в среду потребления контента. И эта аудитория, эта интеграция будет непосредственно в видеопоток, поэтому это только увеличит количество контактов и проявлений с вашим продуктом. Как видите, очень важно говорить с аудиторией на ее языке, и такие месседжи получают хороший позитивный отклик, и чаще всего такие размещения становятся вирусными. Но самое главное, чтобы этим занимались профессионалы, чтобы это не выглядело как какое-то подражание, как на этом меме. Дальше, по графике, это данные исследования Нилсон, которые говорят, что только за последние 20 лет по всем основным видам спорта наблюдается старение аудитории на 5 и более лет, в том числе и футбола. Средний возраст зрителя олимпийских игр составляет 63 года, а футбола 43, в то время как средний возраст зрителей прямых трансляций на потоковых платформах для геймеров составляет 25 лет. Также перед нами статистика есть, из которой видно, что мобайл гейминг играет в большинстве парней, но уже появляется небольшой процент девушек, а ядро аудитории составляет тинейджеры от 16 до 28 лет. Мобильный гейминг уже сейчас имеет большой рост от года к году по сравнению с десктоп-играми и консолями, и 48 всех доходов от игр приходится именно на мобайл гейминг, что составляет 77 миллиардов долларов. Это глобально по миру. 40% от всех загрузок в маркете и апсторе это игры, а треть пользователей выбирает именно киберспортивные хардкор игры. Основными же плюсами мобайл гейминга является, естественно, доступность, так как сейчас устройство в кармане у каждого, ниже паров входа, потому что зачастую смартфоны стоят гораздо дешевле компьютеров, практически отсутствует софт для нечестной игры, то есть отсутствует такое понятие, как читерство, там есть сложнее это сделать и реализовать на телефоне, у многих заблокирован загрузчик, но и плюс можно как бы бороться с этим другими методами, в отличие от десктоп-игр. Также здесь мы не зависим от карантинов и сезонных и погодных условий, и снизу мы видим даже график развития мобильных игр от самого начала, где это был Тетрис, потом Змейка, потом это был Angry Birds, и мы пришли к самым технологичным, красивым и разнообразным играм, такие как PUBG, танки и футбол. Мобильные игры нужно разделить на два типа. Это казуальные, где зачастую преимущества имеют те, кто больше принес денег в игру, разработчику купил больше всего редких предметов и героев, что зачастую нивелирует человеческие факторы, такие как реакция и стратегия. Такие игры в априори не могут быть считаться киберспортивными или где-то околоспортивными, так как нарушено самое главное правило, это когда все должны быть в равных условиях. Хардкоры игры, где все зависят только от навыка игрока, там соблюдаются правила и регламенты проведения чемпионатов, и такие игры действительно можно назвать киберспортивными для проведения больших соревнований. Из открытых источников, а также статистики Супердата и Ньюзу, мы выделили три основных соревновательные игры, где соблюдены все условия. Кроме большого количества загрузок, где свыше 50 и 100 миллионов в месяц по миру, мы можем наблюдать, что игры попадали в топ отзывов внутри маркета, в топ скачиваний, а также среди интересов по категориям игры, игры на смартфонах Apple продукции, либо на Android. Из основных вариантов проявления доступных в мобильном гейминге, стоит заметить большой вариативность по размещениям с таргетингов на регион или страну. Сюда также входит использование логотипа бренда в названии лиги, что видит большинство пользователей, которые принимают участие или следят за событием, использование персонажей игры для продвижения своего продукта, внутриигровые размещения с изображением также продукта или кликабельные баннера внутри игры, а также более стандартные вещи, такие как устные упоминания комментаторами или инфлюенсерами, чат-бот, который регулярно ваши месседжи проецирует в чате трансляции со ссылкой на ваш лендинг или продукт с информацией. Это и кликабельные баннера, и также оверлеи, брендированные трансляции с использованием логотипов, всплывающих титров, как на футбольных матчах, размещение продукта в студиях и на столах у талентов, и брендирование социальных сетей и промо-посты. Перед вами несколько примеров таких внутриигровых проявлений у разработчика. Это размещение продукта на внутриигровом билборде сверху слева. Это и всплывающий поп-ап баннера ниже. Там, может быть, также будет информация различная, а также текстовые упоминания о событии, где присутствует ваш бренд в этом событии. То есть все это дополнительно обсуждается, если большой турнирный оператор проводит свою лигу. Естественно, такие размещения, они самые дорогостоящие, но в целом они дают самый эффективный результат. Уже этой осенью компания Starledder запускает пилотный сезон по странам Украина, Россия, Казахстан, а в январе начинает полноценный круглогодичный марафон из трех сезонов с лигами для каждой страны в отдельности и большими международными финалами. В чем плюсы этого всего? Это то, что вся аудитория, которая участвует, она привлекается только из жителей определенной страны, где проводятся национальные первенства. Вся реклама таргетируется только на одну эту страну. И все охваты также это именно жители, допустим, Украины. И преимущество в том, что вы не переплачете за аудиторию, где не рекламируетесь, например, зачастую у популярных стримеров, блогеров на Ютубе. Большая доля зрителей составляет жители ближайших стран, там Российская Федерация, Беларусь, Казахстан. И вы можете таким образом адаптировать рекламу, размещать ее на языке согласно законодательству. Стоимость таких размещений существенно ниже, нежели международные проекты. Календарь, который мы предлагаем, то есть с тремя сезонами, это также удобно тем, что есть неразрывная система промо. У нас нет перерывов между сезонами. И чего чаще всего не хватает другим вариантам размещения в киберспорте, где мероприятие происходит более точечно. И таким образом, если вы запускаете лонч нового продукта, то это гарантированно даст нужные охваты среди геймеров на мобильных устройствах. У каждого сезона есть фаза регистрации, которую мы промоутируем у лидеров мнений и стримеров. Они записывают видео с призывами, делают вставки в свои видео на YouTube-каналах с интеграциями продукта партнера, собирают свои собственные команды и участвуют самостоятельно, показывая остальным пример, как нужно играть. И делают контент вокруг этого мероприятия. Ну и далее идет фаза национальных отборочных, которая заканчивается финалом. И в зависимости от запроса партнера мы можем проводить такие финалы как в оффлайне, так и в онлайне. Поэтому карантины нам никак не влияют на наш график. Победители национальных финалов будут приглашены на международный финал, который можно сравнить с футбольной лигой чемпионов, где каждый пытается показать свою лучшую игру. А интернациональный статус подогревает интерес у зрителей. Если мы говорим про KPI, которые мы получим в каждом регионе, то это около 3000 зарегистрированных участников в сезон, 50 тысяч уникальных посещений на лендинг, где будет проявлен брендинг и баннера партнера, 300 тысяч уникальных зрителей прямой трансляции из этой страны, где будут размещены баннера, overlay, chatbot и те проявления, о которых я говорил ранее. И порядка трех миллионов охваченных пользователей через промо-посты, публикации инфлюенсеров, обзоров продуктов партнера, а также диджитал размещения. Всего будет 144 часа прямых трансляций в сезон или 500 часов уникального контента в год. Ну и данная статистика как раз состоит в основном из целевой аудитории мобильных игр. Это мужчины 14-25 лет пока что, в будущем она как бы с каждым годом подрастает. Ну и что самое немаловажное, мы готовы коммититься на эти цифры в контракте, это очень важно. И из нашего опыта, вот у нас был KSax, который мы проводили годом ранее. Мы разработали серию рекламных роликов, добавили промо-продукты непосредственно на игровые карты, которые затем во время матчей на трансляции видели зрителей, использовали продакт-плейсменты и запустили серию конкурсов. Если коротко, то в течение финальной части турнира мы выполнили план продаж по магазину для продажи аксессуаров и дезиков Axe за три месяца. Также за эту интеграцию мы получили награду Best Brand Awareness на мероприятии Dragon of Asia в 2019 году. Давайте попробуем посмотреть видео номер один. Начиная с 2016 года, Axe является спонсором трансляции крупнейших киберспортивных турниров в России. Успешная кампания прошлых лет позволила нам стать узнаваемым и любимым брендом фанатов киберспорта. Но нам этого мало. В рамках партнерства на 2018 год, помимо стандартных интеграций, работающих на имидж и узнаваемость бренда, мы решили подключить прямые продажи. Бренд как раз создал свой онлайн-магазин, который нужно было дополнительно продвигать среди целевой аудитории и стимулировать покупку именно на официальном сайте бренда. Но как же максимально интересно и эффективно привлечь искушенную аудиторию к покупке? Нам хотелось удивить геймеров, поэтому мы не стали использовать стандартную схему с кнопкой «Купить» на сайте. Было решено проверить пользователей на внимательность и интегрироваться прямо в русскоязычную трансляцию лондонского турнира по CSGO от студии Starlight. Мы создали несколько вариантов изображений с промокодом на подарок при покупке на официальном сайте и разместили их в трансляции. При этом изображение выглядело как часть компьютерной графики игры. Интеграции были сделаны настолько нативно, что случайно забредший пользователь даже не понял бы, что это не часть игровой графики, а настоящий промокод. Но наша аудитория справилась с задачей. Подарки закончились быстрее, чем турнир с интеграциями. Нам пришлось в экстренном режиме довозить со склада подарки для зрителей. Всего за неделю мы сделали продажи, равные трём предыдущим месяцам суммарно. Более того, помимо прямых переходов с сайта, зрители делились промокодами с друзьями, что также увеличило продажи в официальном онлайн-магазине бренда. Акс, а ты хорош! Да, спасибо. Если вы заметили, то есть помимо стандартных размещений, были также размещения нативные для зрителей, именно которые играют в игры Counter-Strike, Dota 2 или мобайл-игры. И также в подарок тех, кто нашли этот промокод, получали триммер к продукту. Перейдем дальше. Это интеграции у стримеров и лидеров мнений. Это ещё интересно тем, что в английском языке есть слово talent, что означает популярный, выдающийся, который зачастую применяется комментатором или ведущим. И они, это подчеркивает их уникальность, они при этом разноплановые, они и шоумены, а также часто снимаются в рекламе. Стримеры появились вместе с развитием широкополосного интернета, те, кто хотели обозревать, как играют они сами или как играют другие люди, например, их друзья. В киберспортивной среде часть стримеров переквалифицировалась в своё время в профессиональных комментаторов. И сейчас мы их можем наблюдать на больших чемпионатах, в пиджаках, рубашках, точности так же, как и комментаторов футбольных матчей. Не всегда аудитория стримера и, например, комментатора может быть одинаковая, особенно если стример работает в категории летсплей, где он показывает, как он проходит игры. Это больше казуальные геймеры, которые мало следят за профессионалами, и им больше нравится покопаться внутри самой игры, весело провести время со своими друзьями. От себя добавлю, что Twitch это такой себе YouTube только для геймеров. Он был приобретён в своё время компанией Amazon за 1 миллиард долларов, и это при том, что предыдущий аналог проекта Ovenet TV с теми же разработчиками, которые они делали, обанкротился из-за плохой финансовой модели. Но сейчас Twitch показывает постоянный рост по revenue, и они масштабируются, привлекая новых создателей-криэйторов с контента, переманивая их с YouTube или с других небольших сайтов для создания такого контента. Что было до того, как появилась платформа для лайв-стриминга? По примеру нашей компании, расскажу, что в 2006 году, когда не было ничего кроме YouTube, но там ещё не было прямых трансляций, лайв-бродкаста, мы транслировали всё на собственный сайт через самописный веб-плеер, отдавали поток напрямую на свой сайт. И что тогда очень дорого обходили серверы для поддержки этого, мы могли держать не больше 5-6 тысяч одновременных зрителей, дальше просто не хватало интернет-канала, начинались фризы, притормаживание у всех. Были проблемы даже с некоторыми регионами, например, Дальний Восток и Азия, где наш интернет просто не мог предоставить хорошую скорость или пинг. Сейчас стримеров достаточно большое количество, все они отличаются друг от друга поведением, привычками, манерой вести прямые эфиры и лояльной к ним аудитории. Зачастую лидеры мнений киберспортивного направления отличаются от тех, кто нацелен на широкую аудиторию, ещё тем, что зрители киберспорта потребляют контента, связанного с игрой, в разы больше и чаще. Другими словами, это хардкор геймеры, которые задают темп всем остальным. Сейчас появились ещё те, кто транслирует боди-арт, когда разрисовывают себя в прямой трансляции, поют, танцуют, путешествуют, просто общаются с чатом, подписчиками. И что самое необычное для меня из последнего, я видел, как они смотрят видео, как кто-то другой известный смотрит видео и комментирует их эмоции. Это такая картинка в картинке или рекурсия. И это действительно там тоже привлекает много зрителей к этому. Перед нами на фото Тейлер Блевинс, он же ниндзя, самый известный стример, которого в прошлом году перекупила Microsoft за 100 миллионов долларов. Ну, по некоторой версии это 100 миллионов, другие говорят там вплоть до 1 миллиарда. Но мне кажется, что реальные цифры в 100 миллионов. И открыв свою платформу, собственно, для стриминга, это Mixer. И когда он перешел к ним, на канал подписалось около 1 миллиона человек только в течение первых 5 дней. А сами трансляции одновременно смотрели свыше 200 тысяч человек. Но сейчас платформу хотят закрыть, и опять же непродуманных трат, и а ниндзя вернулся на Twitch. Что важно понимать, вообще решив работать со стримерами? Чаще всего это ленивые личности, которые считают себя звездами, очень компризны. И поэтому стоит ожидать, что у них не запланированы трансляции. Они могут поменять планы в последние моменты, уехать на отдых. Важно сразу с ними оговорить, что вообще запрещено говорить про бренд. Иметь в команде или агентстве человека, который мог бы донести информацию о бренде до стримера и стратегии. И наоборот, получив обратную связь от инфлюенсера, донести до бренда, как лучше проявиться и, возможно, даже переделать какие-то месседжи. И даже рассказать, что такое все эти, значит, сленговые фразы. Кроме того, важно согласовать форму отчета, потому что нужно понимать, что стримеры зачастую делают общую выгрузку, не углубляясь в цифры по дням. Иногда даже и этого, как бы можно не допроситься там по промо-постам. Выбирая стримера, нужно руководствоваться его адекватностью, где будет минимум руганий, но при этом бывают кейсы, где самый бестолковый стример давал самую хорошую конверсию. Такое тоже случается, поэтому тут зависит от вашего бренда, насколько вы рисковые. Бывают и негативные реакции, но это уже показатель того, что с вами проконтактировали. Ну и да, это интернет, поэтому без этого, наверное, сейчас никуда. Сейчас давайте посмотрим еще одно видео под номером 2 с кейсом ProAX. Бренд AX, компания Unilever, запустил новую линейку AX Ice Chill. Одна из целевых аудиторий AX – геймеры, относящиеся к поколению Y и Z, которые являются настоящими профи в вопросах кибербезопасности и лучше всех изолируют свою жизнь от рекламы. Как же нативно рекламировать этой аудитории продукт, да еще и замотивировать ее делиться своими данными. Для начала, кто такие геймеры? Наверняка первая ваша ассоциация будет такой. А знали ли вы, что многие геймеры чаще смотрят прямые трансляции стримеров на платформе Twitch, нежели играют сами и очень любят давать советы? Мы не смогли пройти мимо этого факта и придумали название этому явлению. AX Chill Gaming. Зачем потеть самому, если можно остыть и просто управлять кем-то другим, например, любимым стримером? Как правило, реклама в Twitch у стримеров ограничивается баннерами и голосовыми упоминаниями. Мы решили сделать просмотр максимально интересным для зрителей и впервые в России разработали специальный виджет, который дал им возможность влиять на прямые трансляции их кумиров в режиме реального времени. Все, что нужно было сделать, оставить свой e-mail прямо на трансляции в нашем виджете. После этого зрители могли управлять стримером, заставлять его выполнять забавные задания и даже выбирать конкретного персонажа для ближайшей игры. Результаты превзошли все ожидания. Новый, первый для России формат взаимодействия зрителей и стримеров взорвал геймерское сообщество. В течение трех месяцев 10 инфлюенсеров провели 57 Chill Gaming стримов, 908 часов брендированного контента посмотрели зрители. Компания сгенерировала более 25,5 миллионов просмотров на Twitch. Более 23,5 тысяч человек оставили свои контакты для дальнейшего взаимодействия с брендом. Активация настолько понравилась аудитории, что она буквально захватывала чат Twitch в ожидании следующего задания для инфлюенсера. А некоторые из стримеров, в свою очередь, бесплатно продлили кампанию, поскольку активация понравилась их зрителям. Таким образом, брендированные интерактивные виджеты, встроенные прямо в трансляцию, вывели на новый уровень общения бренда с непростой, но очень активной аудиторией геймеров. А главное, мы еще раз доказали, что брендированный контент может быть интересным. Как вы уже могли заметить, порядка 23 тысяч человек оставили свои данные. Но важно также понимать, что если мы хотим увеличить эту конверсию, то можно и нужно даже допустить к участию всех зрителей. Отличительной чертой обычного брендирования заключается во взаимодействии, где может получить конверсию за счет кликабельных элементов эфира. Это графические наложения поверх трансляции и доступ к инструментам взаимодействия. Все цифры охвата – это исключительно заслуга стримеров и были действительно самые популярные использованные стримеры на платформе Twitch. Такие стримеры зачастую дороже, но намного охватнее дешевых вариантов. Еще один кейс безалкогольным пивом – БАТ. Алкоголь на трансляциях запрещен, как и сигареты. Здесь был упрощенный вариант коммуникации зрителей и стримеров. Люди на трансляции нажимали на банку с безалкогольным продуктом, где заполнялась шкала, и по достижению ее стример должен был употребить продукт. Давайте посмотрим видео номер 3. Че, погоди. У меня налилась эта штука, банка заполнилась. И у меня как раз под этот случай нашлась барынчика БАТ ЛАЙТ безалкогольная. Да, начал. Это оно. Да, спасибо. Аналогично можно разместить любой другой продукт, естественно. И результат заполнения шкалы на выбор можно предлагать не только задачу попробовать его, но также дать доступ, например, к промокоду или розыгрышу, или другой эксклюзивной информации для зрителя. Достаточно недавно прошла промокомпания в Украине с Сашей Петриком. Это киберспортивный аналитик Counter-Strike, достаточно сложным клиентом из фармы. Поэтому на картинке с Петриком вы видите также баннер с оверлеями и где много всяких легалов. При этом, благодаря тому, что клиент прислушался к фидбэку, получилось достаточно нативное проявление. Саша самостоятельно посоветовал, как нативно интегрироваться в этот контент и что не будет вызывать раздражение у аудитории. Также бренд был интегрирован в промо-посты и социальные сети у него с хорошими отзывами. Давайте посмотрим видео номер 4. Сейчас я вам покажу вариант самого безопасного отыгрыша на Бепленте. Иными словами, безопасный раунд от Бюрокс прямо сейчас. Сергей вначале просто отыгрывает достаточно пассивно, держит, собирает информацию, потом отходит назад, видите, за дефолт, контролирует выход по нижней. И у него нет ни одной гранаты. То есть это второй раунд. Тут, конечно, я вам рассказал очень многие интересные вещи, но получится у вас их применить на практике или нет, это уже, конечно, совсем другой вопрос. В CSGO тащить это, конечно, не дюрекс выбирать. В жизни вообще есть вещи, в которых можно легко сориентироваться и оформить тот самый фракт даже в фуллблайнде. Но в CSGO все зависит только от вас. Также стоит заметить, что уже в 2021 году мы предлагаем подобные интеграции со стримерами в рамках спонсорских интеграций в турниры по мобильным играм, а также мы получаем комплексную историю по охватам и брендированному контенту. Спасибо за то, что послушали. Всем good luck и have fun. Спасибо. Вячеслав, спасибо большое. Очень здорово, конечно, Петрик и дюрекс зашли. И в целом ты в нашем эфире проэкламировал несколько продуктов, о чем мы не договаривались. Это сейчас шутка, конечно. Степан Шульга, которого ты наверняка знаешь, Дон Степан, звездный комментатор и просто специалист в киберспорте, который работает вместе со мной в париматч, передает тебе привет большой, во-первых. Во-вторых, спрашивает, когда ты уже придешь к нам на тендер с информацией. Это такая интеграция нативная. Хорошая интеграция. Степа, очень скоро. Спасибо. Так, теперь пойдем уже более детально, наверное, вопросом более серьезного характера. А я вот слушаю тебя и пытаюсь понять, а кто самый главный для вас клиент? Это бренд или человек, который смотрит? Главный клиент по доходу или по ценности? Это, конечно же, зритель по ценности. Если по доходу, то, конечно же, бренд. Хорошо, спасибо большое. Очень также отозвались мне правила работы со стримерами. Похоже так, что очень сложные конструкции эти стримеры, и вам необходимо очень сильно конструировать фреймворк, при котором они делают то, что вы хотите. Нужно подготовиться. Во-первых, всегда важен бриф от клиента, если мы говорим про стратегию задачи. Подбираются нужные стримеры, и зачастую еще не все игры подходят, например, по целевой аудитории. Если мы говорим про молодую, перспективную, то это в любом случае мобайл-гейминг, который в последние пять лет у него сумасшедший рост, как и у киберспорта. А если мы говорим про доту, это постарше, и самая старшая аудитория Counter-Strike, так как игра была выпущена в 1999 году, то есть всем, кто успели тогда поиграть, сейчас за 35. Спасибо. А у меня вопрос от наших зрителей с YouTube. Скажите, пожалуйста, какие мобильные игры, по вашему мнению, имеют будущее? Не сдуется ли индустрия за год-два? Ну, индустрия точно не сдуется. То есть сейчас все большие бренды смотрят в сторону мобайл-гейминга, все пробуют свои турниры проводить. Какие-то игры по регионам популярны, какие-то не очень. Для этого и статистика, она достаточно, конечно, не обширная, потому что разработчики ею не делятся. Но по количеству загрузок, откликов по региону, также по той статистике, которую мы видим на платформах YouTube и Twitch, когда сам разработчик проводил свои первые чемпионаты международные, мы можем судить, что это популярна, например, игра в Украине, а эта игра, например, популярна как Free Fire в Южной Америке. Таким образом, мы составляем список. Если мы говорим уже про Украину, это PUBG Mobile, это также Mobile Legends, это также игра Free Fire, которая буквально последние два года бьет рекорды по загрузкам в СНГ. Это аналог PUBG Mobile. И среди молодой аудитории это, конечно же, Brawl Stars, потому что можно просто посмотреть на наших детей, которые сейчас играют, во что они играют, а играют они как раз вот в эти игры. Спасибо. И ваши дети тоже в эти игры играют? Да, во все. Вопрос еще один из YouTube пришел, такой знаменитый вопрос. Epic Games versus App Store. Как вы считаете, App Store блокирует здесь конкуренцию в целом разработчиков мобайных и мобайл игр, или же нет, или это что-то другое? Какое у вас в целом отношение к этому? Мы так не углубляемся. Обычно это не наша парафия. Мы больше по проведению больших и красивых соревнований международных. Но если мое мнение интересно, мне кажется, что главное, чтобы эти правила были едины для всех на рынке, а если там мы говорим про ущемление каких-то там разработчиков, ну, стоит просто посмотреть на доходы этих разработчиков, которые, сколько они получают выручку с пользователя. То есть тут скорее нужно говорить о том, что ущемляются права пользователей, когда идет на оценка App Store приобретение контента. То есть если мы хотим заботиться о юзерах там iOS, то, пожалуйста, давайте сделаем для всех, например, это бесплатно. И тогда мы получим цены в маркете на 30% меньше. Спасибо. И еще один вопрос в финале, наверное. Как вы, как Starledder, капитализировали эффективно время карантина для себя? И изменения, которые вы привнесли в проведение ивентов, собственно, ближе к онлайну, и может быть где-то это blended online slash offline, насколько удачные решения вы принимали касательно проведения онлайн ивентов? И только за этим будущее? Или вы же видите, что возврат в оффлайн будет стопроцентным? Да, спасибо. Хороший вопрос. Ну, из того, как мы вышли из ситуации, мы оптимизировались. Мы, понятное дело, не планировали оффлайн-ивенты. И мы проводили все еще для разработчиков онлайн-мероприятия. Под это персонал оставили, естественно, и начали перестраивать модель работы. То есть мы ушли сейчас. Мы видели, что рынок сейчас по классическим десктопам перенасыщен. Мы ушли в мобайл-гейминг, о котором я сейчас говорил. Ну, и если посмотреть на тенденцию, наши конкуренты, компания ESL, они также анонсировали неделю назад серию мобайл-чемпионатов по региону Америка и Европа, куда мы, в принципе, тоже выходим со своим продуктом. И уже в течение последних 15 лет у нас хорошая, здоровая конкуренция с ними складывается. Если же мы говорим про, какое будущее нас ожидает, мы все еще планируем на следующем год оффлайн-мероприятия, оффлайн-ивенты. Мы верим в то, что онлайн, конечно, это хорошо, но оффлайн он добавляет эмоции. Вот как, если сравнить с классическим спортом, где присутствует зритель, тот же футбол, это заряжает сами команды, самих игроков, добавляет антураж, и, естественно, можно... Это улучшает картинку и тот контент, который мы в итоге продаем. И что касается ревеню, которая сейчас в карантин, стоит заметить, что многие, кто успели перестроиться на онлайн-формат, отбросить оффлайн свои какие-то там мероприятия, не стал тратиться на расштабирование своего, допустим, окружения, если не было инвестиций. А Starlader — это та компания, которая с 2003 года работает без инвестиций на свои собственные средства, с единственным собственником. Соответственно, тут нужно просто подходить с умом к масштабированию своих проектов. Спасибо. Спасибо. Такой внушительный ответ. И у меня родилось очень короткое дополнение. Вот представляем, что онлайн остается надолго с нами, и я прям вижу, как рождаются андерграунд-тусовки, где людям плевать на COVID, или, может быть, не настолько плевать, но им очень нужно и хочется лично вот это вот, то, что ты говоришь, эмоции, очень хочется переживания. Они свои закрыты, андерграунд-чернушные, чемпионаты, которые в Даркнете проводятся, и, наверное, такое уже есть. Там себе зарабатывают деньги, растят скиллы, все такое, и многие из них, возможно, даже это те же люди, которые и в белом мире играют в онлайне, а там, не знаю, в маске еще как-то. Возможно ли такое развитие события, или оно уже даже есть? Ну, я думаю, что в любом случае, это всегда, как и с другими профессиями в нашей жизни повседневной, которые нас окружают, вроде и запрещенные, но при этом они существуют достаточно успешно, поэтому мне кажется, что да, такое может быть, но мы это точно не будем поддерживать и к этому стремиться. Конечно, какой еще ответ, мы в публичном поле официально заявим. Спасибо большое. Вячеслав Фещербаков был вместе с нами. Спасибо вам. Спасибо огромное. Интересно. Удачи вам. Развивайтесь. Спасибо. Пока. Ну, а мы встретимся через секунду. Субтитры подогнал «Симон»